Чтобы достичь всех амбициозных планов, которые предусмотрены проектом, в течение пятилетки потребуется принять ряд новых законодательных документов. Каких, обсудим прямо сейчас с гостем панорамы депутатом Палаты представителей Светлана Егорова. Светлана, учитывая новые мировые тренды, каким будет курс развития нашей страны на ближайшую перспективу? Самая главная цель это, конечно же, рост благосостояния нашего населения, улучшение качества жизни. Но есть основные задачи. Это укрепление здоровья нации, повышение среднего возраста жизни. Планируется к концу 2025 года до 76,5 лет, чтобы белорусы жили. По-моему, отличный показатель. Затем повышение качества образования. И здесь нужно понимать, что проанализирована ситуация, и уже есть запрос от бизнеса, есть запрос от регионов, какое образование необходимо, какие профессиональные компетенции. Пятилетка 16-20 была непростая, и сейчас, чтобы в будущей пятилетке выйти на траекторию роста, для начала нужно восстановить то, что было упущено в предыдущие пять лет. Как будем восстанавливаться? Да, все верно. У нас есть большая проблема. Это проблема с инновационной активностью в экономике. И поэтому нам нужно будет не только делать упор на нашу традиционную экономику, но и заниматься формированием так называемой новой экономики. В экономике планируется масштабная цифровизация в экономике нашей республики. Ну, такие планы серьезные, я думаю, что достаточно реалистичные. Вы сказали, что одна из главных задач, это, конечно же, рост благосостояния белорусов. За счет чего вырастут наши доходы? За счет реализации программ, да. И главное, на сколько вырастут? Сколько будем получать? Сколько будем получать, наверное, как заработаем, да, мы всегда говорим. И здесь упор идет на активный сектор экономики, который умеет зарабатывать, умеет считать свои деньги, четко понимает, от чего зависит их прибыль. На сектор производства здесь упор не повышение заработной платы, а, наверное, удержать тот уровень, который есть, со средним и республиканским уровнем. Ну, планируется, инфляция сохранится на уровне 5%, за счет этого не будет обесценивания наших заработных плат, пенсии. Я думаю, что это такой значимый показатель. Ну, вот что касается производственной сферы, да, здесь все логично, все правильно, больше производим, больше продаем, больше прибыли, больше наша зарплата. Но вот что касается с бюджетниками, особенно меня интересует низкооплачиваемая категория специалистов. В программе социально-экономического развития четко прописано повышение заработной платы работников бюджетной сферы, и это отражено в бюджете. На 2021 год предусмотрено на повышение заработной платы 11 миллиардов, насколько я помню. И здесь акценты именно на учителей, врачей, на работников сферы культуры, на работников социальной сферы. По поводу врачей планируется уровень заработной платы до 150%. По сравнению со среднереспубликанским уровнем, это прекрасный показатель, и в 2021 году сохранятся все доплаты, которые связаны с пандемией, все сотрудники, которые оказывают медицинские услуги, людям, которые болеют этой инфекцией, эти выплаты сохранятся. Бюджет сформирован таким образом, чтобы сохранить эту социальную направленность. Но самое главное, это люди, так говорил глава государства, да, сохранить людей, сохранить их заработную плату. И нужно помнить, что у нас экономика социально ориентированная. Учли ли в этой программе возможные риски, как, например, с COVID-19, никто не предполагал, что такое возможно. Закрытые границы тоже в 21 веке никто и близко не мог предположить такого явления. Предусмотреть все обстоятельства, которые могут возникнуть, это невозможно, да. И во всем мире пандемия, естественно, стала проблемой. Бюджет на 2021 год сформирован таким образом, что пандемия может не только идти на спад, но еще увеличиваться. Это раз. И, конечно, когда работали над программой социально-экономического развития, на предстоящую пятилетку, эти риски были заложены. Да, вы все проверно озвучили. Планы по поводу достижения уровня ВВП, они амбициозные. Но это же все-таки пять лет, да, то есть и расписан планомерный план. Каждый год мы прирастать должны в ВВП. И экспорт у нас тоже сумма немаленькая, до 50 миллиардов, насколько я помню, да, в планах. Но я уверена, что если четко следовать всем задачам, помнить о цели, это все достижимо. И премьер-министр сказал, что у нас замечательная команда профессионалов в правительстве, поэтому они будут четко все отслеживать. И самое главное, что эта программа, это не значит, что вот она действует пять лет, каждый год она может регулироваться. Каким образом? Выполнение этой программы, это выполнение программы деятельности правительства на пятилетку. И до первого марта каждого года должны четко изучить, подвести итоги, что сделано за год, какие есть проблемы, пробелы, и ее можно подкорректировать. Вот что касается законодательства, нужны ли в этой сфере какие-то корректировки, какие-то дополнительные документы, чтобы достичь вот этих целей программы? Время идет, все меняется, существует план принятия законопроектов, ежегодный план, и правительство, и законодательная власть пытаются четко следовать этому плану. Но бывают какие-то корректировки. Да, конечно, нужно будет вносить изменения, и изменения в ряд законопроектов, связанные с экономической деятельностью, со сферой бизнеса, это мобилизация бизнеса, это уменьшение роли государства, будет уже дана возможность бизнесменам, предпринимателям самим делать уверенные шаги без существенного контролирующего органа. Проекты документа представлены сегодня на общественное обсуждение. Я так понимаю, не окончательные, и какие-то корректировки все-таки могут туда еще вноситься? Да, это прекрасная возможность высказаться всем белорусам, изучить программу социально-экономического развития, возможно, какие-то будут интересные идеи у населения, утверждаться программа, рассматриваться, утверждаться окончательно будет на Всебелорусском народном собрании, и делегаты смогут высказаться по этому поводу и принять окончательное решение. Субтитры создавал DimaTorzok